Всем привет на канале Удачманс. Сегодня мы с вами посмотрим такую маленькую вещь, как объявление о работе, то есть вакансии на рабочие места, на должности и, скажем так, вот возьмем, допустим, по логистике. Я буду сейчас вам просто зачитывать вот эти вот объявления, но в разнобой я их буду здесь выкладывать на канале, потому что читаю одно, я могу их зачитать 10, 20, 30 этих объявлений, выложить, допустим, 5-6 штук ради примера, чтобы вы видели, что я действительно вам говорю правду. Это касается в первую очередь всех тех украинских беженцев, которые, находясь здесь в Германии, допустим, в Баварии, да, вот в нашем регионе, Нидербайен-Оберфальц, ищут себе работу, но не могут ее найти. И в первую очередь я хотел бы вам сказать следующее. Я по рекомендации попал там на один канал, посмотрел видео, несколько видео с того канала я посмотрел, и мне несколько не понравилось высказывание автора того видео о том, что вот, мол, типа, на складах в Германии работать можно, свободно, даже без знания немецкого языка, потому что на складах работают в основном иностранцы, они по-немецкому не бум-бум, поэтому на склады берут всех кого угодно, там нужно таскать коробки и так далее. Я со своей стороны, как человек, имеющий образование в логистике, я координатор по логистике, на полном серьезе, я в логистике работаю уже 20 лет, я могу вам с уверенностью сказать, что этот человек, ну, грубо говоря, врет вам всем в глаза. В первую очередь в Германии на складах, на складах обязан человек, любой сотрудник обязан знать немецкий язык. Ну, теперь давайте, ладно, к этому еще потом вернемся, сейчас я буду просто зачитывать вам объявление. Итак, вот это вот доставочная контора УПС. Объявление читают специально для тех, кто живет здесь, вот, Нидербайя-Ноберфальц, рядышком, тут у нас Штраубинг город, тут у нас Регенсбург город, тут у нас Амберг, Швандорф. Вот я зачитываю объявление, а вы делаете выводы, мол, типа о том, что вы ищете себе работу, а работы нету. Контора, это УПС, ищет с местом в городке Обертраублинг около Гейнсбурга, а также в Бат-Абахе, в Кельхайме, в Шерлинге сотрудников на должность водителей на вот этих машинках на доставке. Ищет на полставки. Зарплата от 35 до 45 тысяч евро в год. Это на полную ставку. Вот, пожалуйста, посмотрите сейчас сюда, вот, вот видно, ну-ка, 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 давайте, ну-ка, давайте посмотрим, вот, 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 видно? Вот, отлично, увидели, да? Это чтобы никто не говорил, что я придумываю какую-то ерунду. Далее, а теперь следующее объявление. Ради вот так, ради интереса, я выбираю вот эти объявления и смотрю. Ну, допустим, скажем, опять-таки, сотрудник на онлайн-хандл в городке Убертраулинг, рабочим комиссионерам на склад, берут сразу на постоянную работу. Не частично, а именно на постоянную работу, на полный рабочий день. Зарплата от 27 до 34 тысяч евро в год. Это довольно-таки солидная зарплата для человека, который начинает работать. Вот я сейчас вам опять покажу это объявление. Вот, смотрите, вот-вот-вот. Видите? Увидели, да? А теперь идем дальше. Теперь я просто буду читать эти объявления. Идем далее. Опять-таки, требуется на полный рабочий день человек на склад, в логистику. Фирма называется Эрнст Херман Хермина. Находится в городе Регенсбург. Тут есть такая, типа, как бизнес-парк. И в эту фирму требуется человек на полную ставку, на полный день. Зарплата от 28 до 35 тысяч евро в год. Вот. Я сейчас это сохраняю. И потом я вам вот эти вот объявления, которые я вам зачитываю, говорю. Я вот сейчас вот три объявления сейчас просто сохранил себе. Потом выложу их, выкладываю здесь как скриншоты. А дальше буду просто вам зачитывать. Между прочим, все те, кто говорят, что работы нет и так далее, все это брехня, сивые кобылы. Потому что люди, сотрудники требуются везде. Вот вам еще. Сотрудник на склад. Фирма, крупнейшая фирма-поставщик. Вот этот Даксер. Этой фирме требуется в городке Ментрахенг. Это небольшая деревушка. Ну, как небольшая. Там тысяч пять-семь населения. На полный рабочий день сразу дают полный контракт. Человек. Ну, зарплата тут не пишется. Ну, зарплата, скорее всего, приблизительно такая же, как... А вот. Нет, нет, нет. Это количество людей было. Идем далее. А вот теперь для тех, кто не определился, хочет ли он работать на постоянное или нет, складской сотрудник на базис. Базис здесь 538 евро в месяц. С этих денег вы получаете 510, скажем так. Тут с этого базиса совсем чуть-чуть снимается налога. Чем он выгоден? Совсем чуть-чуть снимается. И опять же, эта же фирма Даксер принимает людей на базис, если вы не можете на полный рабочий день. Можно на базис, а можно на частичный вот это вот, на полставки. Тоже, в принципе, неплохо. Что у нас тут интересно? А вот интересно. Именно в городке Абертраулинг, опять за эту фирму УПС, доставка, они берут на полный рабочий день человека, водителя на этой машинке для развозки вот этих вот пакетов, коробок и так далее, с зарплатой 45 тысяч евро в год. Кто там у нас сейчас сидит с калькулятором? Ну-ка, посчитайте, сколько это в месяц выходит? Много? Нет? Мало? Вот смотрим, давайте еще. Вот, к примеру. Во! Ой, какая классная фирма! Я эту фирму знаю, и на этой фирме работают у меня достаточно много знакомых, которые довольны этой фирмой, своей работой. Вот, пожалуйста, требуется комиссионер на фирму Гингхаузер-Картанажин, городок Барбинг. Так, берут сразу на постоянную работу, на полный рабочий день. Зарплата от 27 до 34 тысяч евро в год. Кто не верит, смотрим сюда, смотрим, смотрим. Так, резкость. О! Увидели? Отлично. Идем далее. Это я специально поговорю, это я специально для всех тех людей, которые считают, что здесь очень и очень тяжело найти работу, мол, над вами всеми издеваются, да и так далее, и так далее. Вот, например, фирма Францк-Савье Гернеа. В городе Регенсбург требуется человек, лагерист, складской и также домашний, ну, типа как вот, хаус-мастер, на ставку до 36 тысяч евро в год на полный рабочий день. Ну что, будем продолжать дальше? Хорошо, давайте продолжаем дальше. Фирма Вюкшнер Фарцойк-Тайле, то есть фирма, которая производит запчасти к машинам. Городок Аша. Требуется человек на полный рабочий день с зарплатой от 27 до 34 тысяч евро. Идем далее. Фирма Фишер Ландтехник. Это тоже, наверное, складские рабочие. Так, Захбер, а нет, это сотрудник в бюро. Сотрудник в бюро, кстати. Тут может человек иметь инженерный диплом. Требуется сотрудник в бюро на фирму Фишер Ландтехник. Городок Феринг. Зарплата от 27 до 38 тысяч евро в год. Идем далее. Все те, у кого есть, к примеру, права на автопогрузчик, могут попробовать себя в качестве штаблерфарера или габель штаблерфарера. Вот, смотрите, я вам сейчас покажу. Так, вот, смотрите, вот, 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 вот. Ну что так мудно? Вот, увидели, да? Отлично. Теперь я зачитываю это объявление. Фирма Брюкельмайер в городке Швандорф, там, по-моему, 60 или 70 тысяч населения, что такое, требуется человек с правами автопогрузчика, имеющий опыт работы на автопогрузчике, на полный рабочий день с зарплатой от 27 до 36 тысяч евро в год. Идем далее, ну, сейчас еще парочку штук, парочку объявлений, вот, посмотрим, и потом прекратим на этом деле, и будем дальше уже болтать вместе с вами, обсуждать все эти объявления, некоторые нюансы. Допустим, вот, пожалуйста, требуется специалист на склад в логистику, специалист по логистике, фирма ЛТГ, город Регенсбург. Зарплата на полный рабочий день от 27 до 35 тысяч евро в год. А вот требуется просто складской сотрудник, ну, типа как разнорабочий. Фирма Мёбель Гайгель в городке Максхюте-Хайтхоф. Зарплата от 28 до 35 тысяч евро в год. Требуется человек на полный рабочий день. Так, сохраним этот скриншотик, выкинем его вам потом, чтобы вы видели, что это правда. Так, ну вот, смотрим, допустим, по этому последнему объявлению, я сейчас перехожу по ссылке, и смотрим, что это за фирма, вот это вот Мёбель Гайгель. Что же это у нас за фирма? Мы динамическое и традиционное предприятие в области мебели и также производства кухонных гарнитуров. Мы вкладываем цену, в первую очередь, в качество. Так, 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 что там дальше. Для укрепления нашей команды мы ищем вот прямо сейчас мотивированных и настроенных на объективность складских сотрудников. Что входит в обязанность этого складского сотрудника? Прием, контроль и в фах герехте лагером фон Варен, то есть специализированное размещение товаров на складе, комиссионирование, упаковка разных вот их листов нарядов, сбор товара и так далее, проведение и контроль инвентур, установление порядка и чистоты на складе, в складском помещении, а также поддержка при погрузке и разгрузке, допустим, вот этих машин, которые приезжают или с доставкой, или на погрузку, то есть на отправку. Что требуется от человека? Законченное образование в области лагер, логистика или ферглякбара квалификационно, то есть совместимая квалификация, похожая квалификация, пардон. Естественно, требуется опыт работы на складах в логистике, это как преимущество. Ну и вот дальше идем, вот идем дальше. Хорошие знания немецкого языка, Grundkentnis, E-Tipetieren, Wladen, Klagen, базовые знания по эффектированию товаров, погрузка, разгрузка и также комиссионирование, ну и организация складских помещений. Это все придет в процессе. Ну вот, пожалуйста, это вот именно вот это, вот смотрите, вот где вот написано, Grundkentnis, чуть выше, gute Deutschkentnis in Wörternschritt. Это я специально говорю для тех людей, сейчас я сохраню этот скриншотик, чтобы нам никто не говорил, что на складах в Германии знание немецкого языка нафиг никому не нужно. Специально я вот это вот сохраняю, да, вот, и выкладываю, естественно, выкладываю, естественно, здесь, в этом видео, пока мы с вами вот это вот разговариваем, на эту тему. Для чего я это делаю? В первую очередь для того, чтобы люди видели, что на их высказывании, что в Германии, здесь вот, допустим, в Баварии, где они находятся, ну, нет никакой работы, это все лишние отговорки. Все эти граждане, бераторы в Джоб-центре прекрасно понимают, что некоторые люди просто хотят кассировать и дальше социальную помощь, и нигде не хотят работать. И также для тех, которые говорят, что на складах в Германии вообще знание немецкого языка не требуется, это ужасно некомпетентные люди, которые не соображают ничего из того, что они затрагивают в своих разговорах. Ну, а теперь, конечно, самое последнее. Я вот сейчас вам зачитывал эти объявления, да, зарплата, допустим, от 28 до 35 тысяч, или от 35 до 45 тысяч, есть и такое. Почему такое вот, такое расхождение? Объясняю. Когда вас принимают, допустим, на первый год, первый год обычно вам дается 12 месяцев контракт. В этом контракте первые полгода у вас идет, как бы, пробоцайт, то есть испытательный срок полгода, а потом полгода вы уже работаете официально, как бы уже на полную ставку. Хотя и так вы работаете на полную ставку, просто первые полгода вас за любой серьезный косяк могут выбросить, и вы обратитесь в суд, вам никто ничем не поможет, потому что у вас был испытательный срок. Так вот, в первый год зарплата ваша действительно может быть, допустим, 28 тысяч. Ну, давайте посчитаем, сколько это будет 28 тысяч. Приблизительно. И это у нас выходит где-то, ну, 2-300 в месяц. Где-то так, 2-300 зарплата в месяц. Грязные. Но когда вас, вы прошли, допустим, вот этот испытательный срок, отработали свой контракт до конца, вот этот год закончился, и вам продлевают контракт дальше, вы получаете, или ваш контракт просто остается вам, из бухгалтерии приходит вписка на бумаге, о том, что ваш контракт продлен на неопределенное время. То есть, он быфристы. То есть, до тех пор, пока вы сами не уволитесь. Между прочим, чтобы получить такой контракт, в котором написано «абхойте умбефристы», это нужно постараться, потому что такие контракты дают не всем. Такие контракты дают действительно только тем людям, которые показали себя, зарекомендовали с лучшей стороны, показали себя действительно заинтересованными в своей работе и проявили себя как положительные герои боевика, да? А все те, кто ни шатка, ни валка, они и дальше получают еще контракт на один год, потом еще на один год. Я знаю, есть такие фирмы, где постоянно вот так вот каждый год продлевают людям контракт, чтобы легче было от них избавиться. Поэтому, когда вам продлили контракт на вот этот, как можно сказать, умбефристы, то есть, бессрочный контракт, вот тут ваша зарплата, естественно, со второго года уже поднимается на определенный процент. Допустим, в какой-то фирме у вас зарплата, вот как мы сейчас вот с вами говорили, в месяц 2-300. И в этой фирме вам поднимают зарплату раз в год, скажем так, на 5%. Это очень и очень хорошая фирма. Такую фирму днем с огнем не найдешь. 5% это от базовой ставки. То есть, когда вас принимали на работу, вам сказали, твоя основная зарплата 2-300 в месяц. Хорошо. На следующий год, когда вам продлевают контракт, к вашей зарплате прибавляется 5%. Сколько это? Это у нас получается 115 евро. То есть, ваша зарплата уже не 2-300, а 2-415. В принципе, если бы инфляция не была такой сумасшедшей дурой, которая поднимается каждый месяц на 1,5-2%, то с такой зарплатой действительно можно было бы хорошо жить. Но не забывайте о том, что к этой зарплате вы еще получаете рождественскую гратификацию. И очень многие фирмы платят такую рождественскую гратификацию в количестве 75% от вашей базовой зарплаты. Это один плюс. Второй плюс, многие фирмы платят вам отпускные деньги. Плюс на этих фирмах минимальное количество отпускных дней 26 в году. А очень многие фирмы, где, допустим, на складах есть сотрудники, дают 30 рабочих дней в году отпускных. То есть, вы получаете хорошую зарплату, вы получаете еще отпускные деньги, плюс вы получаете рождественскую гратификацию. И вот если мы все это сложим в одну сумму, вот как раз у нас получается вот этот дифференц между 27-35 тысяч. То есть, 27, если мы, к примеру, получаем и далее, или 28 мы получаем и далее, 2-300 в месяц, так, то прибавляя, допустим, отпускные, те же самые 2 тысячи, это уже у нас получается 30 тысяч. Плюс добавляем рождественскую гратификацию, 2 тысячи, получается уже 32 тысячи. А если вы работаете второй, третий год на этой фирме, то, естественно, с третьего года, если у нас, допустим, помните про те 5%, да, зарплата 2-300. Первый год 2-300, второй год уже с повышением 5%, зарплата 2-415. С третьего года, плюс эти же 5% от базовой, 2-530. А вот это уже действительно ощутимо. Это уже действительно ощутимо. Тут мы уже подошли к голой зарплате в год, 30 тысяч ровно. А теперь прибавляем сюда рождественские, ну, как бы 13-ю зарплату и прибавляем отпускные. Опа! И мы уже вышли, ну, грубо говоря, на 34 тысячи. Вот вам и вот эта вот разница в зарплатах. Почему пишут так и так? Где же правда? Чтобы узнать эту правду, нужно просто немножко пораскинуть мозгами, тогда вам, тем более, когда вы приходите в отдел кадров, с вами разговаривают на собеседовании, вам объясняют, какая у вас будет зарплата, вам показывают, что нужно делать, естественно, вам это говорят на немецком языке. Потому что вы находитесь в Германии. Я надеюсь, вот этим вот коротким видео я смог немножечко приподнять завесу всей вот этой вот билиберды и тайны над тем, что вот некоторые блогеры говорят, мол, типа в Германии на складах знание немецкого языка вообще никому не нужно, что на складах работают тут только иностранцы. Я не знаю, про какие склады те люди говорили, но вокруг нас вот здесь вот сколько есть фирм, на которых есть склады, причем крупные, работают, может быть и работают иностранцы, но абсолютно все разговаривают только на немецком языке. Поэтому питать надежды на то, что афиг с ним, пусть я сдал на афюнф, зато меня возьмут на склад за 50 тысяч в год. Не возьмут, потому что ты языка не знаешь. Элементарно лист на ряд, чтобы его собрать, собрать, допустим, палету или коробку с тем товаром, нужно уметь читать этот лист и знать, что хочет клиент получить себе по своему заказу. А какой же ж ты, блин, лагерист, если ты нифига читать по-немецки не знаешь, не то что говорить. Вот и все. Поэтому, когда многие блогеры утверждают какую-то ерунду, и причем им верят люди, которые еще хуже осведомлены в этих темах, появляется вот такая вот неразбериха и появляется такое вот вранье среди, в первую очередь, украинских беженцев, которые пытаются показать себя уж очень осведомленными и компетентными абсолютно во всех сферах немецкой жизни. Раньше была такая поговорка, шо ж ты дворником работаешь, если ты такой умный-то, а? Во, этим все сказано. В общем, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, поделиться, забыл, тормознул, но повторюсь еще раз, поделиться видео с друзьями, отправить это видео со скриншотами тем, кто действительно ищет себе работу на складах, пусть посмотрят, пусть зарегистрируются, или LinkedIn, или Indeed, или StepStone, и вам на e-mail будут приходить объявления по 100-200 раз в день, выбирайте, звоните, ходите на собеседование, было бы желание, остальное приложится. В общем, а для тех, кто желает поддержать наш канал финансово, ссылочки на донаты под каждым видео, можно также делать супер лайк или супер спасибо, будем признательны и благодарны. Да, и специально для хайпометов, вот к вашему печальному сожалению, то, чем я занимаюсь на YouTube, на канале, это мое хобби, это не моя основная работа, то есть это я делаю в свободное от работы время. Я работаю официально, я уже в одном видео говорил, какая у меня зарплата, и не раз говорил о том, какая у меня зарплата, поэтому считать, что, допустим, я сижу на социале и какими-то скандалами пытаюсь заработать себе на жизнь, обкладывая гуаном тех или выбеляя этих, это верх человеческой глупости и некомпетентности, или просто попытка потроллить человека, который к вам не имеет никакого отношения. Ну вот и все, что я на сегодня хотел вам сказать. Как всегда, по традиции, не болейте, заходите почаще к нам на канал, у нас всегда есть что-то полезное и интересное для всех. Ну, всем удачи, пока!